Он объединяет честных, неравнодушных и твердо следует двум принципам – гуманности и милосердия. Российский Красный Крест отметил 155-летие. Президент страны Владимир Путин в своем поздравительном адресе особо отметил, цитата, «в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса». Подключились к этой работе и сотрудники вместе с добровольцами в Архангельском отделении, где сегодня побывал глава региона. «Ни одного дня, ни одной недели, несмотря на какие у нас были исторические события, Красный Крест не останавливался». Да и в дни, когда отмечается 155-летие Российского Красного Креста, тоже не до праздников. Работа, звонки, сборы, обсуждения – основная задача сейчас – гуманитарная помощь. «Мы отправляем не только гуманитарную помощь, которую мы уже больше 160 тонн отправили, но и сюда приходят вынужденные переселенцы, неважно, они приезжают, либо из родника приходят с понта временного размещения». Душа и руки заняты также обработкой звонков на горячую линию. В день их около 80. Параллельно идет сортировка и фасовка того, что отправится в качестве гуманитарного груза жителям Донбасса. И тут, как сообщили активисты губернатору, весьма кстати было бы решение вопроса с помещением. На сегодня возможности нашего Красного Креста ограничены. «Давайте посмотрим какой-то, по крайней мере, сложившейся ситуации, что было помещение, где можно заниматься с такими объемами гуманитарной помощи, они действительно большие. А волонтеры работают у вас? Да, конечно, волонтеры работают, причем они работают, они и до 10 вечера бывают. И то есть они, спасибо им большое». Несмотря на то, что отправлено большое количество гуманитарной помощи, сбор продолжается. Необходимость есть в самых разных вещах и продуктах. Неравнодушных северян ждут по адресу набережная Северной Двины, 98. Здесь же, кстати, можно ознакомиться с другими проектами Красного Креста. Например, помощь восстановления после ковида, обучение правилам оказания первой медпомощи, поддержка тех, чьи родственники оказались маломобильными после перенесенного инсульта. Одним словом, российский Красный Крест за 155 лет существования не утратил главного – высоких идеалов милосердия и гуманизма. Важно и помнить тот факт, что в годы Первой и Второй мировых войн под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев, были обучены сотни медсестер и санитаров, началось развитие донорского движения в стране. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Языков, Александр Кузнецов, Регион 29. Артемий Заварзин, Мария Даник, Евгений Языков, Регион 29.